Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Начинаем как-то с пары евро-доллар и по паре евро-доллар мы можем видеть то, что на текущий момент движение остановилось в области сопротивления 1.12.69-1.12.70 и вчера не был сильно обновлен локальный максимум 22 числа, то есть буквально несколько пунктов ушли выше данного значения, но вторую половину торговой сессии уже евро снижался и закрылись фактически ниже открытия рынка по паре евро-доллара. На текущий момент мы видим, что пары торгуются вблизи минимума 22 мая, это область 1.11.60, уходь ниже данного значения, закрепление за ним открывает предпосылки на краткосрочное нисходящее движение по паре евро-доллар. Основное направление на текущий момент также остается восходящее, поэтому коррекция по паре евро-доллар может дать хорошую возможность присоединиться по данному активу уже после завершения данной коррекции в сторону основного тренда, в сторону основной тенденции. Пара британский фунт, американский доллар также пока делает попытки преодолеть максимум в области 1.30. Вчера также было движение в области 1.30.32, но уйти выше того уровня, который сейчас отмечен перед вами, пара не смогла. Вместо этого к концу торговой сессии также вернулись к минимальным значениям за торговый день. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы также можем увидеть коррекционное движение нисходящее, что в свою очередь завершение которого позволит также присоединиться по данной паре в сторону основного тренда, который на текущем также остается на укреплении. Пара австралийский доллар-американский доллар сегодня уходит ниже минимум вчерашней торговой сессии, что дает нам косвенный признак того, что коррекция восходящая, на которой мы отслеживали последние две недели по паре австралийский доллар-американский доллар может уже получить завершение. И ближайший разворотный уровень, который нам скажет, что коррекция будет продолжаться, находится на максимуме 23-го числа, на максимуме, который зафиксирован вчера по значению 75.17. Поэтому на текущий момент, если движение остается ниже того уровня, который мы сейчас обозначили, 75.16, то мы можем говорить о краткосрочном движении, нисходящем по данной паре. И напомню, что среднесрочное также движение остается нисходящим до тех пор, пока торгуемся ниже отметки 75.57. Пара американский доллар-канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. Вчера мы также видели то, что цена закрытия была выше цены открытия, что говорит о определенной остановке в нисходящем движении. Поэтому на это стоит обратить внимание, в том числе по данной паре. Косвенный признак того, если сегодняшний день закроется выше, соответственно, максимума вчерашнего торгового дня, то есть мы сможем тогда говорить о начале коррекции по паре американский доллар-канадский доллар и о краткосрочном укреплении американского доллара. На текущий момент среднесрочная тенденция остается на понижении и ближайший разворотный уровень в среднесрочной перспективе находится на отметке 1.3669. Пара американский доллар-японская иена в среднесрочной перспективе продолжает свое нисходящее движение, но локально вчера мы видели к концу торговой сессии уход выше отметки 1.1176. Сейчас торгуемся также выше данного значения, что в свою очередь нам может говорить о также начале краткосрочной тенденции на укрепление по данному активу. Завершение данной коррекции и уход ниже отметки уже 1.1084 также может дать нам интересную возможность на присоединение по данной паре на продолжение нисходящей тенденции. Сейчас по паре американский доллар-японская иена с продажами нужно быть несколько аккуратным, потому что локально мы начинаем укрепляться. Пара евро-фунт сегодня также с утра уходит уже ниже минимума вчерашней торговой сессии. Также мы видим, что закрылись ниже открытия, но один из уровней, который мы отмечали ранее, на который важно обращать внимание по данной паре, находится в области 85.97. Уход ниже данного значения открывает предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения по данной паре. Индекс Адахс продолжает свое восходящее движение. На текущий момент ближайший коррекционный уровень, который мы можем отметить, находится в области минимума вчерашней торговой сессии значения 12.586. Пока торгуемся выше данного значения, тенденция краткосрочная остается на укрепление. Уход и закрепление ниже отметки 12.587 открывает предпосылки на начало нисходящего движения по данному активу. Золото также на текущий момент продолжает свое восходящее движение, но сейчас мы видим, что торгуется вблизи отметки 1245 долларов за тройскую унцию. Если все же золото удастся закрепиться, в первую очередь уйти ниже данного уровня, закрепиться за этим уровнем, то тогда мы можем говорить о начале коррекционного нисходящего движения по данной паре, по данному активу. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение. Сегодня с утра также торгуются у локальных максимумов, максимумов, которые были зафиксированы вчера. Ближайший коррекционный уровень по данному активу находится в области минимумов вчерашней торговой сессии, значение 53.10. Индекс доллара также уходит в коррекцию. И здесь один из уровней, за которым мы будем следить, это отметка 97.36. Уход и закрепление выше данной отметки открывает предпосылки на начало коррекционного движения по индексу доллара на укрепление. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман и увидимся уже на следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания.